Пассажирский авиалайнер китайской разработки Си-919 успешно прошел испытание по скоростному рулению с отрывом переднего шасси от земли. Этот тест завершает наземная проверка самолета перед первым испытательным полетом. Все подробности в материале далее. Наземные испытания Си-919 завершены. Авиалайнер китайской разработки четырежды протестировали на скоростное руление с отрывом переднего шасси от земли. Данный этап последний в рамках подготовки к тестовому полету среди магистрального коммерческого самолета. Он сошел с конвейера в 2015 году. Разработчики уверены, конструктивные и технологические решения Си-919 позволяют ему на равных конкурировать с европейскими и американскими аналогами, которые в настоящий момент доминируют на рынке. Фюзеляж Boeing 787, к примеру, изготовлен из титанового сплава, тогда как у Си-919 он из алюминиевого сплава. Это делает наш лайнер легче и экономичнее. Прочность конструкции выше, а сопротивление воздуху меньше. Большой спрос на новинку у отечественных авиакомпаний. На сегодняшний день китайская корпорация коммерческих самолетов уже получила 570 заказов на Си-919 от 23 клиентов. В планах разработчиков реализовать порядка 2000 машин. Очень много времени потребовалось, чтобы проверить его на соответствие всем стандартам безопасности. Следующий этап – массовое производство. В будущем мы также должны научиться самостоятельно изготавливать двигатели. Это совсем другой уровень производственной независимости. Чтобы выйти на него, потребуются годы. Си-919 будет производиться в нескольких модификациях с количеством посадочных мест от 150 и больше. Средняя дальность полета составит 4075 километров. Тестовый полет Си-919 будет проведен до конца мая. В случае успеха Китай станет восьмой страной в мире, которая способна самостоятельно создавать большие воздушные суда.